Заглянуть внутрь различных природных, архитектурных и крупных промышленных объектов, куда невозможно попасть обычным путем, позволит Мионный томограф. В настоящее время на Калининской атомной станции приступили к исследованиям данной технологии дистанционного мониторинга. Уникальная отечественная разработка Мионный томограф, создан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации АЭС и Национального исследовательского ядерного университета позволит заглянуть внутрь реактора атомной станции и провести его полное тщательное дистанционное обследование. Томография используется для получения картинок или объемных картинок объектов, фактически в некотором случае изнутри. Все, скорее всего, видели рентгеновские снимки и проходили их, то есть проходили либо флюорографию, либо просто рентген. То есть принцип работы примерно тот же, только вместо рентгеновского излучения, как проникающей частицей, используется Мион. В чем плюсы? У Миона значительно выше проникающая способность, чем у рентгеновского излучения. Плюс ему не нужен источник, потому что у нас есть постоянный естественный источник, то есть фактически из космических лучей в верхних слоях атмосферы рождаются пионы, из них, соответственно, по цепочке рождаются Мионы, которые прекрасно долетают до земной поверхности. Ну, для понимания, это примерно 10 тысяч частиц на один квадратный метр. По сравнению с рентгеновской томографией, Мионная томография, она вот, если рассуждать так философски, она ближе как-то к природе. То есть мы используем естественное то, что уже есть, и не создаем дополнительных источников в этом плане. В разобранном виде Мионный томограф привезли из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Именно там на протяжении нескольких лет российские ученые занимаются исследованием космических лучей. Собирали томограф в машинном зале энергоблока номер 4. Сейчас он установлен возле реакторного отделения блока. В целом Мионный томограф представляет собой трековый детектор, позволяющий в режиме реального времени регистрировать трек каждого МИОНА, проходящего через регистрирующую систему. Если на пути потока космических МИОНов окажется какой-нибудь плотный объект, часть МИОНов поглотится, и как и в случае рентгеновских лучей, на МИОНограмме, так же, как и на Рентгенограмме, появится более темное пятно в направлении на объект. Идея какая? Мы будем регистрировать поток МИОНов, проходящий через реакторный блок 4, и будем пытаться получить структуру. Она известна, никаких здесь секретов нет. Но разработка технологии и разработка – это новое направление, поэтому разработка технологии, подходов, программного обеспечения, оптимизация регистрирующих систем – это наша задача. Таким образом, постоянный поток МИОНов – это бесплатный просвечивающий инструмент, который создала сама природа. Если необходимо рассмотреть здание, градирню, гору, достаточно поставить рядом МИОНный детектор и получить снимок в МИОНных лучах. Для того, чтобы получить контрастное изображение, потребуется экспозиция в несколько недель. Пункт управления работы детектором, МИОНным томографом, с помощью которого мы будем просвечивать реактор, регистрируем частицу, восстанавливаем ее направление, то есть это угол и координаты, и дальше уже начинаем проецировать это на некие такие срезы. И изображение будет получаться как раз в двумерном пространстве. И таким образом, продвигая вот так эти срезы, мы можем получать изображение, допустим, того же реакторного цеха. То есть очень хорошо будут видны перекрытия, реактор. Успешное завершение исследования позволит перейти к промышленному производству линейки МИОНных томографов. Их предполагается использовать как дополнительное средство дистанционного мониторинга ядерных реакторов, оборудования и сооружений АЭС в самых разных условиях. Это позволит повысить безопасность работы атомных станций и других объектов атомной энергетики. Помимо ядерных объектов, МИОНные томографы предлагается использовать для обследования зданий, мостов, плотин, градирин, крупногабаритных транспортных грузов.